Валерия Мысина Валерия Мысина Валерия Мысина Олимпизм — это вообще само по себе движение, дух. Дух именно олимпизма этим люди загораются. Это огромный праздник вообще, в принципе, в мирового масштаба, международного масштаба. И что мы празднуем этот день? Это говорит о том, что мы прививаем людям олимпизм. Делаем это модным, занятия спортом, активный отдых. Все. Мы включаем олимпийские виды спорта, встречу с олимпийскими звездами, с выдающимися спортсменами. То есть, в принципе, все то, что делает олимпизм крутым. Смотребельным. 29 раз уже в России празднуют этот праздник. Считай, что это уже большой стаж у этого мероприятия. У нас уже шестой год его реализуют совместно с Олимпийским комитетом России, который у нас большие дружеские отношения сложились. Я голосовал за нового президента Олимпийского комитета России Познякова Станислава. Хорошие теплые дружеские отношения у нас с этим человеком. Надеюсь, что новые веяния, новые интересы у них тоже будут вызывать наша республика. Что касается Олимпийского дня, то одно централизованное мероприятие от 500 и больше людей собирает у нас. Мы в прошлом году приняли решение проводить центральное мероприятие в городе Черкесске. Ранее оно проводилось в Тиберде, так как у нас локализовать людей в лагеря и в принципе детей больше локализовать получалось там, больше интересно было. Но сейчас мы решили больше в массы его дать, но при этом мы ввели нововведение. Каждый район республики тоже ведет Олимпийский день. То есть, так сказать, головное мероприятие, ну и филиальные такие моменты. Больше 10-12 тысяч общее количество людей в этот день, грубо говоря, под эгидой Олимпийского комитета России, то есть в Олимпийском движении участвуют. В этот раз довольно-таки в праздничной такой атмосфере прошло наше мероприятие. Я думаю, наши тоже восходящие звезды много чего об этом расскажут. Что у нас интересно, в прошлом году, например, мы стали флагманами Олимпийской страны, то есть мы победили в конкурсе, что позволило нам забрать себе, так сказать, центральное мероприятие России, день ходьбы. 8,5 тысяч участников главного дня ходьбы, мы это помним. Олимпийский комитет тоже высоко оценил у нас на совещании в Крыму. Ну это я очень сильно, честно говоря, рассчитываю на то, что наше движение будет популярным, потому что перед нами президентом России поставлена задача 55% уже стать занимающихся спортом в республике, то есть и во всей России. Соответственно, все эти наши мероприятия, которые мы делаем, они направлены на то, чтобы люди выходили из дома, сходили из диванов. Ну и, конечно, когда даже идет вот это вот чувство болельщика у нас, оно у нас как бы должно прививаться, я считаю. Не у всех это чувство болельщика есть. Вот наше вчера, грубо говоря, не могу этого сказать, у нас выиграли у испанцев. Да. И что мы можем сказать? Все рады, все болельщики. То же самое мы испытывали в Олимпиаде. Я надеюсь, вот эти вот праздники у нас здоровый патриотизм будут развивать. Здорово. Спасибо большое за такой развернутый ответ. Теперь, Валерия, переходим к тебе. Валерия, ну давай, ты первый раз у нас в студии. В отличие от Рустала, да? Поэтому давай мы с тобой для начала познакомимся. Скажи, пожалуйста, в каком классе ты учишься, где ты учишься? Я учусь в восьмом классе, в десятой школе. А скажи, пожалуйста, вот помимо легкой атлетики чем-нибудь занимаешься? Ну, часто времени не хватает, но я пытаюсь учить уроки. Очень хорошо. Валерия, подскажи, пожалуйста, почему легкая атлетика? Честно, я сама не знаю. Как-то так получилось, что меня никуда не брали. Но в школе меня пригласили на тренировку, и я начала все время ходить и не бросала. Здорово. Ну и, безусловно, показывала неплохие результаты. Поэтому, собственно, и представляешь нашу республику, мне кажется, во всех конкурсах. Потому что я периодически зачитываю, что ты привозишь нам различные медали и различные места. Валерия, расскажи нам, пожалуйста, вот о твоем участии. Вот мы узнали от организатора, да, что такое Олимпийский день. А вот что такое Олимпийский день для детей? Вот что для тебя это? Ну, для детей это как бы попробовать то, что вообще происходит на Олимпийских играх. Это дает им возможность понять, что будет дальше, если они не будут бросать этот вид спорта. То есть там настолько все серьезно, я у Рустама просто забыла уточнить, настолько все серьезно, что это мини-олимпийские игры прям проводят, да? Можно и так сказать. Здорово. Расскажи, пожалуйста, об этом Олимпийском дне. И у вас было функциональное многоборье? Да. Кто участвовал? Что за виды были? Ну, у нас участвовало три человека. Это были девочки, мы были одна команда девочек, больше никого не было. И мы выполняли всякие нагрузки как бы в эстафетной форме. Круговая тренировка, сейчас это модно стало кроссфит назвать. Ага, здорово. Мы бы что не делали. А, Рустам, вот подскажите, пожалуйста, она сейчас сказала такую фразу. Участвовали одни девчонки. Как вы считаете, почему? Ну, дело в том, что она как бы чуть не это-то, не досказала, ведь бы хотела развернуть ответ. Но мы ее как бы перебиваем. Очень много, как бы большое количество пацанов было тоже. А, были. Да, но команд девочек было мало. А-а-а. Вот она что-то говорит, на самом деле. А, пацанов было очень много, потому что это сейчас стало очень модным заниматься. На самом деле, то, что это функциональное многоборье, и в этом году еще киберспорт, это новинка, который вводит Минспорт на территории Крачево-Черкесской республики. В прошлый олимпийский день мы вводили регби. Играли регби, мы его как бы показывали, анонсировали, рекламировали, рассказывали о нем. В этом году у нас такая небольшая новинка, это был у нас функциональное многоборье. Как заходят новинки, Рустам? На самом деле, для нашего региона, к сожалению, очень тяжело. Я буду говорить, почему. Почему? Потому что даже если мы вспоминаем время, когда заходил у нас фитнес, на самом деле, девушка, которая шла на фитнес в спортивной форме, считалась что-то очень не очень приличное. В принципе, вот эти вот стереотипы, это все оставалось. Сейчас фитнес это как бы образ жизни уже, фитнесом не заниматься, это уже как бы, наверное, и постыдно на некоторый момент. А что касается вот сейчас функционального многоборья, его не все понимают, конечно. Такая же проблема у нас была и с регби, такая же проблема у нас с альпинизмом, хотя у нас было богатое прошлое по альпинизму, по скалолазанию, но очень трудно прививаться все, что забывается. Сейчас я очень рассчитываю на то, что вот эта круговая СССР-оскатренировка, которую сейчас называют функциональным многоборье или кроссфит, оно будет прививаться людям, потому что разнообразная, разногранная она, на самом деле, и доступная. На самом деле, для этого не нужны специальные тренажерные залы. Самое главное. Да, переносное количество инвентаря вполне достаточно. Ну, то, что легкоатлетки у нас, я не то, что похворю их тренера или наших девчонок, а то, что они у нас очень сильно физически подготовлены, это говорит о многом, потому что они там и пацанам дали много, много что новенького показали, поэтому похвалить можно. А на самом деле, вот это вот мероприятие, я приглашаю именитых спортсменов, я приглашаю людей, которые могут заинтересовать артистов, я приглашаю туда, например, заместителя министра, то есть именитые спортсмены, участники Олимпиады, заслуженные мастера спорта по самбо, дзюдо, это все говорит о том, у девочек есть цель. Уже в этом маленьком возрасте они уже имеют определенные результаты. Ихние тренировки, честно говоря, для среднего человека очень тяжелые, они выдерживают очень тяжелые нагрузки, но при этом они остаются обаятельными, спортивными, красивыми у нас девочки. Красивыми, точно. И достойно представляют республику, что не самое маловажное. Да, да. Валерия, ну-ка скажи мне, пожалуйста, это вот мой личный вопрос. Вы с шинами бегаете? Да. Да, до сих пор бегаете. Поняла. Валерия, подскажи мне, пожалуйста, ты присутствуешь на Олимпийском дне, и Рустам сейчас сказал о том, что здесь есть и именитые спортсмены, и артисты. Каким образом это завлекает вас, молодежь? Они показывают стремление, что это возможно достичь, и без всяких препятствий. Замечательно. Это самое главное. Верить в свою мечту. Здорово. Какие у тебя планы на будущее? Ну, вообще, я хочу достичь мастера спорта по 60 метров. А затем? Затем. Олимпиада. Еще не знаю. Олимпиада. Ну, дай бог, дай бог, чтобы у тебя все получилось, мы будем за тебя болеть. И что бы в конце беседы вы пожелали нашим дорогим телезрителям? Давай, Валерия, говори. Ну, я желаю всем, чтобы занимались тем делом, которое вам по душе, и никогда не бросали, и стремились к своей цели. Замечательно. Спасибо. Рустам? Рустам, наверное, пожелает все, что обычно желает каждый раз, на каждой передаче. Наверное, все от меня уже устали. Но на самом деле мечтайте. Мечтать – это очень полезно, потому что правильная мечта ставит правильную цель. Достичь всех ваших мечтаний – вот чего я желаю. И пусть это будет спортивное поприще или личное пространство. Но самое главное – пусть ваши мечты сбываются. Мечтайте. Замечательно. Спасибо большое, друзья. Слушайте наших гостей, дорогие друзья. Ну, а мы с вами продолжаем эфир.